Добрый день, дорогие зрители православного канала Экзегет. Итак, мы с вами продолжаем наш разговор, наш цикл наших бесед о храмовой горе, таком необыкновенно важном месте в Иерусалиме, месте, которое, наверное, сопоставимо по своему значению вообще для жизни всего мира с храмом Гроба Господня, где-то, может быть, даже сейчас и выступающим в современных таких вот религиозных и геополитических процессах едва ли не на первый план. Конечно, не по своему духовному значению для нас христиан, но по своему влиянию на те судьбы мира, которые вот таким плотным узлом в течение нескольких тысячелетий, трех тысячелетий этой истории завязались вокруг этого удивительного, необыкновенного места, которое оказалось в святыне для всех трех мировых религий, и для христианства, и для иудаизма, и для ислама, и в определенные периоды своей истории понесли достаточно такой глубокий вклад в развитие каждой из этих религий на святых местах Иерусалима. Сейчас, конечно, основной спор за храмовую гору идет между представителями иудаизма, вернее, даже, может быть, назвать это нео-иудаизмом, и представителями традиционных таких вот течений ислама. Ну, хотя для всех последователей этой религии, вне зависимости от того, какому из конкретных направлений они принадлежат, конечно, святость храмовой горы остается бесспорной, и поэтому это та святыня, которая, в общем-то, способна объединить весь исламский мир в его противостоянии с, безусловно, набирающим тоже вес и силу, тенденциями возвращения евреев в землю обетованную и возрождение тех святынь, из которых храмовая гора, безусловно, является важнейшей. Почему она так важна? Ну, мы об этом с вами беседовали уже не раз, но думаю, что наши с вами беседы, которые мы будем продолжать раз за разом, опять же, будут способствовать тому, чтобы вносилась ясность в этот вопрос, и, конечно, мы будем освещать историю и какие-то достопримечательности этого места, в том числе с точки зрения того, как это будет отзываться в нынешних современных реалиях нашей с вами жизни, а не просто как какая-то такая вот достопримечательность, которая интересна только любителям давно прошедшего, давно оставившего нас прошлого, любителям засунуть любопытный нос в какие-то древние археологические памятники. Нет, храмовая гора — это как раз таки то место, которое непосредственнейшим образом имеет отношение в конечном счете к каждому из нас и к нашей с вами жизни. Итак, в принципе, мы с вами рассказывали уже и предысторию этого места и того, что оно значило в сознании древних иудеев, евреев, в такие вот еще времена, когда народ этот еще находился в чреслах своих патриархов, и те, кто пожелают обратиться к этому древнейшему периоду истории почитания места храмовой горы, могут пересмотреть нашу беседу, лекцию, которая посвящена празднованию видения во храм Пресвятой Богородицы и вот повествуют о той предыстории, ну и вообще так как-то в общем и целом повествуют об истории этого места. Также мы рассказывали о святынях храмовой горы и о предшествовавшей традиции совершения богослужений в походной скине, тех святынях, с которыми народ израилев вышел с горы Синай и отправился на завоевание землеобетованной, тоже можно найти на канале экзегет нашей беседы на эту тему. Ну и также вот мы разбирали историю религиозных реформ пророка Самуила, который провел свое детство и большую часть своей жизни вот в этой походной скине, когда она стояла в месте, которое называлось селом. Это на самом деле тоже такая очень драматичная история. Отчасти мы касались вот каких-то обстоятельств постройки храма, первого так называемого Иерусалимского храма в наших лекциях, которые так образовали такой небольшой цикл геополитика Ветхого Завета, были посвящены деятельности святого царя и пророка Давида, святого царя Самуила и вот тому страшному расколу, который наступил в истории 12 колен Израилевых уже после смерти этого мудрого правителя царя Соломона и был связан с деятельностью с одной стороны его сына Иераваама, а с другой стороны его соперника Иераваама, сына Наватова, который сумел увлечь за собой 10 из 12 колен Израилевых и образовать так называемое Северное Израильское царство. Ну те, кто захотят обратиться к этому материалу, могут пересмотреть эти наши беседы, лекции. А мы сейчас, приступая к вот непосредственно уже рассказу о том, что значил храм Соломонов для жизни Ветхозаветного Израиля, все-таки еще раз так немножко совершим такое, ну хотя бы поверхностное обозрение его истории, начиная от деятельности святого царя Давида, поскольку именно этот царь в общем-то с одной стороны является и основателем Иерусалима с одной стороны и как столицы объединенного царства, которое опять-таки во многом объединилось благодаря царю Давиду, и в то же время священного города, того места, которое должно было объединять 12 колен, не только политически, но и духовно. Совершенно очевидно, что для этого Иерусалим должен был превратиться в такой религиозный центр, где должны были быть сосредоточены все основные святыни народа непростой, и понятно, что это требовало постройки какого-то вот такого монументального сооружения, храма, храмового комплекса, и это именно то, что было очевидно царю Давиду, и не только по каким-то таким вот его политическим и вот властным соображениям. Царем Давидом двигала бескорыстная любовь к Богу, к Дому Божию, что выразилось в его псалмах, когда он говорил, что желает находиться под кровом храма Господня. Но само вот это строительство храма не дано было ему воплотить, когда царь-пророк Давид задумался о том, что вот он живет в дворце, в доме из драгоценного кедра, а Бог его продолжает иметь своим местом присутствие среди народа Божия какую-то палатку ветхую, какую-то скинию, какое-то такое переносное святилище, едва ли не шатер, то с его, конечно, точки зрения, с позиции его благочестивого ревнования о славе Божией, безусловно, это ситуация, которая не могла дальше подобным образом существовать и продолжаться. Поэтому царь Давид задумывается о том, чтобы должным образом возвеличить славу Божию, выразить свою благодарность к Богу Израилеву, который неоднократно спасал его среди многочисленных и всевозможных невзгод с дней его юности, который избрал его и из младшего сына привел в достоинство царя всех 12 колен Израилевых, государство, которое тогда достигло, можно сказать, своего расцвета, распростерлась на достаточно больших таких просторах. И, естественно, благочестивой мыслью царя Давида было каким-то образом воздать Богу за те благодеяния, которые он от него получил в своей жизни. Лучшим способом, как казалось царю, было бы как раз-таки возведение храма. Но вот это, казалось бы, такое благое желание сердца святого царя не встретило благословения Божие. И Господь непосредственно через пророка Нафана, являвшийся такими устами Божьими по отношению к Давиду, выразил свое неблаговоление к этому, казалось бы, доброму начинанию. Пророк Нафан, придя к Давиду, обличил, обнаружил его тайные мысли и возвестил о том, что царь Давид не готов и не может построить храм в честь Бога Вышнего, поскольку руки ему пролили слишком много крови. Он царь-воин, а не царь-строитель, не тот царь, который должен будет выстроить храм в честь единого Бога, Бога мира, Бога мира духовного в первую очередь. Ну, в этом была и помимо такой вот, конечно, какой-то божественной, этической стороны и своя определенная земная, понятная логика. В конечном счете, царь Давид, ну, буквально до последних дней своей жизни был обуреваем какими-то такими политическими нестроениями, испытывал влияние той нестабильности, которая продолжала сохраняться в его царстве. Это и постоянная борьба с внешними врагами, которые продолжали на него нападать. Это и внутренние смуты, мятеж его любимого сына Авесолома, когда царю пришлось оставить свою столицу, Иерусалим, и, в принципе, на старости лет вновь вернуться в какие-то скитания, в волнения, в злоключения, которые сопровождали его бегство из Иерусалима. В общем-то, что называется, царю хватило каких-то таких земных дел и переживаний и без строительства храма. И, кроме того, таким образом Господь смирил царя Давида. Видимо, какая-то определенная такая духовная мера внутреннего совершенствования не была исполнена еще царем, и необходимо было такое смирительное действие в богодати Божией, которое остановило и где-то так вот смирило душу царя даже в таком, казалось бы, самом благом его начинании. И так, вот таким воплотителем желания сердца отца явился его мирный сын Соломон. Как мы знаем, имя Соломон – это не то имя, которое сын Давида носил от рождения. Соломон – это его тронное имя, имя, с которым он взошел на престол, и которое буквально и означало «мирный царь», «мирный шалом». Это известное выражение «мир», которое и является основой имени Соломона. Но надо сказать, что царь Давида, несмотря на то, что сам не смог поучаствовать непосредственным образом в строительстве храма, тем не менее сделал практически очень многое для того, чтобы это строительство стало возможным. Начиная с того, что им были, в общем-то, уже обозначены, определены союзники необходимые для этого строительства, поскольку, конечно, у самого Израиля, как у молодого государства, не было в достаточной степени не тех, кто мог бы проводить такие работы, руководить ими, и не было необходимых строительных материалов, которые, по мысли царя, должны были украсить и сделаться вот такими основными компонентами, из которых будет построен храм. Зато все эти необходимые вещи были в соседнем государстве, в Тире и Седоне, в таком финикийском прибрежном торговом государстве, царь которого Хирам выступал как союзник Давида и Соломона, и был готов предоставить все необходимое, начиная от архитекторов и тех, кто готов был бы руководить этой постройкой, и заканчивая строительным материалом, в качестве которого в значительной степени, ну, помимо камня, которого, конечно, в Иуде и в самом Иерусалиме, и в его окрестностях было вполне предостаточно, это, конечно, была древесина, в первую очередь кедр и кипарис. Ну, в те времена, конечно, лес рос и в окрестностях Иерусалима, например, в Горной Иудее, но все равно, конечно, этого леса, этой растительности было недостаточно, и само качество этого леса было совсем не таким, которое было в Ливане. Все-таки окрестности Иерусалима в основном это падубы, это такие вот дубравы, но этот дуб совсем не тот, как мы себе представляем это дерево по нашим вот таким европейским образцам, как и многие растения, которые произрастают в этих гористых и засушливых достаточно местах Хаудеи, он обладает такой очень перекрученной по своей структуре древесиной, очень такими неровными и непрямыми волокнами, точно так же, как и оливы, и сосны, и другие растения, которые произрастают вот в этих лесах. Строить что-то такое крупное, монументальное, каким должен был быть храм в честь Бога Вышнего, из этой древесины было, конечно, очень неудобно. Зато в горах Ливана произрастал знаменитый ливанский кедр, произрастал кипарис тоже с такой достаточно, с таким ровным стволом, и вот как раз-таки оттуда эти материалы и завозились, запасались для будущего строительства. Кроме того, царь Давидс сосредоточил в своих руках, благодаря своей военной и административной деятельности, достаточно большие запасы. Царю Соломону при воцарении и при начале вот этого строительства совсем уже не было необходимости думать о том, где взять деньги на эту постройку, и он уже мог опираться на те богатства, которые были скоплены его отцом. Кроме того, царь Давид подготовил и само место, где должно было быть это строительство осуществлено. И именно он покупает то место в окрестностях его столицы, буквально ближайших, которое в Священном Писании упоминается как гумно, хозяйственная постройка Орны и его сиянина. На самом деле это был бывший царь Иерусалима тех времен, когда там еще жили практически в основном одни и его сии, с которым Давид обошелся чрезвычайно и, ну скажем, нетрадиционно для тех времен милостиво, оставил его жить в Иерусалиме на положении рядового, но, надо сказать, вполне богатого гражданина. И вот здесь, на этом гумне, совершается весьма такое важное, знаковое для царства Давида событие. Здесь останавливается та моровая язва, которая была попущена Богом Давиду за самовольно предпринятую им перепись населения. Ну, это отдельный сюжет, на который мы сейчас не будем останавливаться. Тем не менее, для Давида это, конечно, было очень такое важное событие, и тоже важное проявление милости Божьей. То наказание, которое он сам выбрал, не было осуществлено вполне, в полной мере, но остановилось вместе с вот этим ангельским явлением, видением на подступах к его столице, на подступах к Иерусалиму, лишний раз подтвердив и доказав, что это город возлюбленного, город избранный и то место, где Бог будет пребывать со своими людьми. На тот момент Гумно — это, конечно, совсем не та постройка, совсем не та часть, которая могла входить в город. Как это может быть не парадоксально, но, собственно, само историческое ядро Иерусалима, тот самый город Давида, Ир-Давид, как он назывался, не входит в состав современного старого города. Так это немножко странно звучит, современный старый город, но город Давида намного древнее, чем то, что мы сейчас называем старым городом. И он располагался на холме, который назывался, ну и называется до сих пор именем Офель. И это вот такая выдающаяся часть того Платона, которым стоит Иерусалим, глубоко врезающаяся в окружающие его долины, куда он так достаточно ответственными своими склонами спускается. Именно на этом холме на его вершине стоял когда-то кедровый дом Давида. Здесь находились те святыни, которые Давид сюда перенес. В первую очередь это ковчег Завета. И это тоже было очень такой важной частью той подготовки, которая была проведена Давидом для основания будущего духовного религиозного центра всего объединенного царства 12 колен. Но понятно, что площадь того города, который когда-то был Иерусалимом, была на самом деле очень и очень маленькой. Все вот эти сельскохозяйственные угодья, которым принадлежало, и такое место, как Гумно, где собирали, хранили и обрабатывали зерно, оно, конечно, не могло в принципе по определению вмещаться в тесных границах плотно застроенного города, который являлся именно такой цитаделью. Собственно, этот холм Иер Давид, он-то и назывался в древности Сионом, а не тот западный холм, который сейчас называем Сионом мы, и который начал называться этим именем уже намного позже, уже, в общем-то, в период второго храма в более такой значительной степени, когда, в общем-то, и произошла такая основная застройка этого современного, в нашем понимании, представления Сиона. А тогда Сион, это фактически то же самое, что Иерусалим, это вот та цитадель, которая была ядром, с которого началось строительство самого вот этого великого впоследствии города. Но между холмом Офель и гумном Орны и Усиянина, той самой горой Марианы, которая когда-то Авраам приносила в жертву своего сына Исаака, еще и пролегала такая, такая, такой, как бы вот, ну, не пропасть, но вот такой достаточно глубокий перешейк, который не давал объединить две эти части Иерусалима одной какой-то единой застройкой. Для обороны вот этого отдельно стоящего холма Офель это, конечно, было удобно, а для того, чтобы строить какую-то большую такую столицу, да еще с храмовым комплексом, это, конечно, никоим образом не подходило. И поэтому Давид, он по словам священного писания, книги царства, книги Парлипоменон, он застраивает вот это самое Мишле. Мишле это как раз таки и был вот этот вот ров естественный между двумя частями Иерусалима, который нужно было сначала чем-то еще засыпать, завалить, забутить, как сейчас иногда говорят таким строительным языком, и сделать это единой такой вот площадкой, на которой можно будет построить уже город намного больше, чем тот исторический город Давида, существовавший во времена этого святого царя. Вот именно этим в том числе занимается Давид, создает вот эту будущую единую платформу для расширения своего города, своей столицы. И это как раз таки то, что впоследствии делает и царь Соломон. Итак, к вступлению Соломона на царство уже существуют вот такие важные предпосылки для строительства храма и возникновения такого явления, как храмовая гора, которые были заложены царем Давидом. Составлен план будущего строительства, четко расписанный, которого уже только надо будет придерживаться впоследствии при его непосредственном воплощении. Собраны необходимые средства, выкуплена и подготовлена та, собственно, часть и та площадка строительная, на которой эта постройка будет осуществлена. И подготовлена в целом вот такая планировка для строительства будущего города, который уже будет не каким-то маленьким островком на вершине Крутого Холма, но станет постепенно тем городом, который мы с вами уже можем, если, по крайней мере, окажемся там, обойти своими собственными ногами, измерить своими шагами, пройти по тем древним холмам, на которых этот город был построен, начиная с царствования мирного царя Соломона. И очень такой важный еще момент, уже заложена сама идея будущей святыни, будущего святого города Иерусалима, поскольку уже Давид начинает возрождать в сознании народа вот ту, на самом деле, утраченную к его правлению целостность религиозного восприятия народом своих святынь. Ведь мы знаем, что примерно 50 лет до этого фактически единство вот этого храмового религиозного сознания для народа Израиля оказывается нарушено. Ковчег Завета оказался утрачен во время неудачного сражения с филистимлятами при Авек-Езере, и хотя он оказался помощью Божией, таким вразумлением, оказанным непосредственно силой Божией через Ковчег Завета на жителей этих филистимлянских городов, оказался благодаря этому возвращен по народу Израилеву. Тем не менее, он находится где-то на периферии тогдашней жизни в 12 колен. В течение почти 50 лет этот Ковчег Завета хранится в доме благочестивого человека, священника Аминадава. Но, конечно, это уже в своем роде такое вот частное святилище, которое не успевает должным образом утвердиться в народном сознании, и это приводит к тому, что и сама значимость Ковчег Завета как-то постепенно начинает стираться, выветриваться из сознания 12 колен. Древняя Скиния после разорения Силомского святилища переносится святым пророком Самуилом в Раму, которая теперь является таким новым религиозным культовым центром, что тоже, конечно, не способствует установлению каких-то таких прочных религиозных традиций. Тем более, по мере того, как мы знаем, как пророк Самуил и священник состарился, его сыновья повторяют те же ошибки, которые некогда были сделаны неблагочестивыми сыновьями первосвященника Илия, начинают тоже заниматься, как мы бы сейчас сказали, коррупцией, вести себя неблагочестиво, и этим также подрывают благоговейные отношения народа к тому святилищу, которое поколениями почиталось всеми 12 коленами Израиля. То есть, в общем-то, к временам, когда царь Давид начинает вот этот замышлять свой план превращения Иерусалима в такой духовно-религиозный центр, в этом действительно назрела самая такая крайняя необходимость. Можно сказать, что его современник находится в таком глубочайшем религиозном кризисе, упадке. Сходит со сцены исторической пророк Самуил, величайший авторитет духовной своего времени, практически обесценивается значение Скини, утрачивается традиция почитания Ковчега Завета, тем более вместо того, чтобы находиться в одном месте, когда Ковчег Завета является главной святыней походной скинии, походного храма Израиля, они разобщены, находятся в совершенно разных местах. Все это, конечно, не способствует формированию такой религиозной традиции, которая бы могла объединить 12 колен. Поэтому царь Давид прекрасно понимает, что нужно создавать что-то новое и делать это на века. Поэтому он делает то, что может в той ситуации, в которой находится. И, как мы говорили, одним из главных деяний, и об этом мы тоже рассказывали, в том числе и говоря о святынях Абу-Гоши, Кириат и Иорима, он осуществляет перенесение Ковчега Завета. Причем приходится делать это в такие два что ли этапа, в чем на самом деле проявляется отсутствие такого утрата такого религиозного опыта, опыта благоговения перед цветынями, которое обнаружилось даже уже в таком благочестивом царе, каким был Давид. Ковчег Завета переносится им из Кириат и Иорима в Иерусалим недолжным образом, без должного благоговения. Он просто перевозится по этим горным дорогам на какой-то упряжке, запряженной валами, и в общем-то это все какой-то абсолютно не масштабное, не подготовленное должным образом священное действие, а просто какая-то религиозная авантюра, которая заканчивается плачевно. На одном из таких поворотов телега наклоняется, сын Аминадава пытается удержать от падения ковчег завета, но даже это в общем-то благое такое намерение, однако неблагоговейное и вступающее в противоречие заповедью Божией о том, что никто, кроме левитов и священников, не должен прикасаться к ковчегу завета, приводит к тому, что этот человек падает замертво и все торжество нарушается. И учитывая то ритуальное отношение к смерти и к мертвым телам, конечно, это воспринимается как такое осквернение самого священодействия и святыни. Поэтому ковчег завета устанавливается в доме благочестивого человека Авидара, Авидарии, где проводят полгода, прежде чем Давид уже готовится основательно с учетом всех прежних ошибок к перенесению ковчега в Иерусалим, который уже в свою очередь совершается со всей необходимой пышностью, жертвоприношениями, с песнями, с несением этого ковчега непосредственно на руках левитов, с вот тем восторгом, который это сопровождает, в том числе самого царя Давида, который пляшет, играя перед этим ковчегом, так, что даже полы его царственных одежд задираются, обнажая находящееся под ними тело, и царь Давид пренебрегает возможными насмешками, поскольку готов в этой своей радости возвеличить своего Бога, смириться перед ним до крайней степени, лишь бы Господь был милостив к своему народу и продолжал наполнять сердца любящих его той божественной радостью, которую сам царь ощущает в этот момент. Итак, таким образом, царь Давид готовит все необходимое для того, чтобы его наследник Соломон воплотил в жизнь его великую мечту, и именно это и происходит в царствовании Соломона, не сразу, на четвертый год своего царствования Соломон начинает это строительство и оно занимает даже вот при том, что оно было в общем-то вот так вот подготовлено, занимает семь лет. Ну, а о том, как в каких-то уже деталях выглядело это строительство и жизнь храма Соломона мы с вами побеседуем в нашей следующей лекции, передаче, посвященной истории храмовой горы и вот тому периоду, который называется периодом первого храма. Это как раз таки период, который начинается с строительством предпринятым царем Соломоном и завершается уничтожением первого храма в 586 году до нашей эры. И это очень важный и такой насыщенный событиями период и существования храмовой горы и построенного на ней храма и всего народа Израилева период, который занимает довольно большую и значительную часть этой истории и описан в священных книгах Библии, Священного Писания, в книгах Царств, книгах Паралипоменон, отчасти отражен в книгах святых пророков, деятельность которых тоже во многом была связана с этим храмом. Ну, а об этом в нашей следующей передаче. Всего вам доброго. До следующей встречи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok